Анастасия пишет. Отец Антоний, нужно ли брать благословение на молитву дома за самоубийцу? У кого в семье есть самоубийцы, они очень часто приходят в храм и рассказывают, что у них происходит дома, какие вещи бывают, запугивания какие-то со стороны бесов. Это все очень серьезно, это не шутки. Я сам знаю такие случаи. У меня была одна женщина, которая очень просила молиться за племянника. Племянник повесился и она просила меня, говорит, батюшка, я хочу за него помолиться. Я говорю, вы понимаете, что это опасно? Она говорит, нет, я хочу. Я говорю, хорошо. Я специально нашел, есть такой акафист за самоубийц, кажется, митрополита Вениамина Фетченкова. Я его нашел в интернете, распечатал для нее и благословил ее читать. Но человек этот уже не первый год в церкви, она много лет в храме, исповедуется, причащается и она понимала, что она делает. Я ей сказал, что можешь молиться, она хотела до 40 дней каждый день за него молиться. И я ей сказал, что если будет что-то не то, сразу прекращай. Ты берешь на себя много. И прошло буквально несколько дней, даже, кажется, недели не прошло, эта женщина пришла в храм и сказала, батюшка, я больше не буду молиться. Вы были правы. Действительно, у меня какие-то начались такие изменения, что я боялась находиться дома, я боялась спать. В общем, какое-то состояние совершенно другое. Она места себе не находила, когда взяла на себя такой подвиг. Когда она перестала за него молиться, когда она взяла, ну, то есть покаялась в том, что у нее была такая дерзость такая в молитве, у нее все прекратилось и стало полегче. Поэтому это вот случай, который был в моем храме с моей прихожанкой, понимаете. Это один. А таких случаев есть еще. Я бы мог еще вам рассказывать, как ко мне приходят люди, рассказывают, что там у них происходит. Но я не хочу просто там кого-то запугивать. Просто поверьте на слово, что это серьезно. И что церковь не молится за самоубийца, это не просто так. Для этого действительно есть серьезнейшие причины. Потому что человек всегда может покаяться в своем грехе, но самоубийца покаяться не может. Или он не совершил этот грех, а если он его совершил, то покаяться он уже в нем не сможет. И каждый из нас – это образ и подобие Божие. Каждое тело каждого из нас – это храм Духа Святаго. Если человек убивает себя, то он восстает против Бога самым таким гордым образом. Когда он за Бога решает, сколько ему жить. Хотя у него еще остается и время, и силы, чтобы продолжать свою жизнь. И может быть сделать еще много хорошего. То есть это самоубийство, это, можно сказать, такое серьезное покушение на промысел Божий. Господь, конечно, дает каждому свободу. Человек может делать все, что хочет. Но проблема эта, она одна из самых серьезных. Потому что, с одной стороны, понимаешь боль родственников, боль близких. Но, с другой стороны, я понимаю, что молиться за этих людей мы не можем. По крайней мере, в храме, как обычно, хочется как-то утешить. Но бывает это непросто сделать.